Светодиодные лампы SKL Коммутаторных ламп накаливания Там различных модификаций КМ2435, КМ2450, КМ2490, КМ4850, КМ6050 Которые установлены у нас на ячейках КСО и КРУ На панелях и щитах управления В качестве индикации положения высоковольтных выключателей А также в схемах сигнализации, автоматики и телемеханики Вот упаковка коммутаторных ламп накаливания В данном примере 24 на 35 КМ24-35 расшифровывается следующим образом КМ это коммутаторная лампа накаливания 24 это у нас номинальное напряжение лампы в вольтах Существуют лампы на 6 вольт, на 12, на 24, как вот в данном случае На 48, на 60 вольт И значение через дефис 35 Это сила тока в миллиамперах Существуют на 35 мА, на 50 и на 90 Немножко она у меня тут рассыпалась Лампа имеет цоколь Т6,8 Который состоит из двух контактных пластин По бокам колбы Изготовленных из латуни На конце имеется изолирующий пластиковый наконечник Которым как раз таки лампа и вставляется в арматуру Лампа имеет стеклянную колбу По словам производителей Спираль обладает повышенной прочностью И выдерживает различные удары и вибрации Хотя на самом деле это не совсем так Но об этом я еще расскажу чуть позже Заявленный средний срок службы этих ламп Составляет порядка 2000-3000 часов Ну а вот само обозначение Еще помимо того, что на упаковке Еще на латунной пластине с каждой из сторон Вот видно 24 вольта 35 миллиампер Вот пример ячейки КСО С установленными на дверце Лампами Коммутаторными лампами накаливания Это лампа положения включена Нашего высоковольтного выключателя И зеленая лампа Это у нас лампа отключенного положения Нашего выключателя Про подобные ячейки я уже рассказывал В других, в отдельных своих видео Это щитовой имперметр Лампа индикации Здесь у нас клеймник вторичной коммутации Это у нас контактор пусковой Включение Это автомат соленоидов Это автомат КП 220 вольт Ключ запрета Привод шинного разъединителя Ну и сам привод Электромагнитный привод П11 Здесь стоит автомат оперативных цепей Последовательно с лампой В цепь включены добавочные резисторы Обычно это используются проволочные резисторы Типа П Различных номиналов В зависимости от установленной лампы Бывает там на 5 кОм На 2,2 кОм Ну обычно если используем лампу 24 на 90 То используются резисторы Около 5 Номиналом около 5 кОм Еще как вариант Вместо одного резистора Можно использовать Связку из двух резисторов По 2,7 кОм В итоге мы получаем Необходимое нам сопротивление Главное чтобы номинал Не был меньше 4,7 кОм Иначе лампа будет гореть ярко Быстро выйдет из строя А резистор будет греться Как я уже сказал Срок службы ламп Не продолжительный Составляет 2000-3000 часов Но при этом Они еще раньше Выходят из строя Из-за постоянных вибраций Которые свойственны Высоковольтным выключателям При их коммутациях Особенно с электромагнитным Приводом Как в нашем примере Также лампы КМ Как вы видите Относительно тускло горят А в последнее время И вообще стали Производиться Некачественными В плане их конструкции При установке лампы в арматуру У них разъезжаются Вот эти вот латунные пластины При этом отваливается Соответственно пайка отводов На саму лампу Поэтому у нас еще Около наверное 5-7 лет назад Было принято решение Уходить от коммутаторных ламп КМ От коммутаторных ламп накаливания На светодиодные лампы СКЛ Чем мы это все время И занимались Практически сейчас Все подстанции На всех подстанциях У нас уже Везде используются Светодиодные коммутаторные лампы СКЛ Вот пример Вот Разные ячейки Вот еще другая подстанция Тоже везде у нас уже Лампы Светодиодные Ну а теперь подробнее Про расшифровку Лампы СКЛ Их технические характеристики Думаю здесь Объяснять нет необходимости Выбирайте необходимую яркость Выбирайте необходимый цвет Красно-зеленый, желтый И так далее Выбирайте колбу То есть Типоразмер Род тока Рабочее напряжение Также от 6 вольт И вплоть до 380 вольт И прочие дополнительные параметры Единственное Что из всего указанного Выше Вам необходимо будет выбрать Для себя Необходимый тип лампы Из существующего Огромного ряда По каталогу Для замены Ламп Коммутаторных ламп Накаливания С сигнальной арматурой ЛС-53 Как в моем примере Вполне подходит Светодиодные лампы СКЛ-11 Вот такие вот Диаметром 27 мм Здесь все просто Производится Демонтаж Сигнальной арматуры Добавочных сопротивлений И в это отверстие Вставляется Уже наша Светодиодная лампа Для установки В новых ячейках Обычно я Устанавливаю Лампы СКЛ-14 Диаметром 22 мм Чтобы не сверлить Огромное отверстие В панелях и щитах На 27 мм Лампы Лампы Я всегда Устанавливаю С винтовыми Зажимами Контакты Под пайку Не беру Ну в исключительных Случаях Так как не всегда Имеется с собой Паяльник Да и винтовые Контакты Меня вполне Устраивают Лампа СКЛ Крепится К поверхности С помощью Пластиковой Гайки Которая Закручивается По резьбе С обратной Стороны Панели Дверцы Там Щита Никаких Ограничивающих Недобавочных Резисторов Для ламп СКЛ Не требуется Главное Правильно Выбрать Лампу По роду Тока И напряжению Сети Ну и как видите Все это После замены Смотрится Ярко Наглядно И аккуратно В процессе Эксплуатации Вот эти Добавочные Резисторы У нас Постоянно Выходили из строя Ну не сказать Чтобы прям часто Но выходили В основном Было две причины Это либо обрыв Самой добавки Либо ухудшение Изоляции Например Через Треснутый Корпус Появлялась Утечка На землю В оперативных Цепях Соответственно В этом случае У нас сразу же Срабатывал контроль Изоляции Кис постоянного Тока И выдавался Сигнал В предупредительную Сигнализацию В рабочем Режиме Сами Резисторы Сильно Греются Хотя В принципе Все выбраны Правильные По мощности Тем не менее Вот эти все Подводящие Подходящие Провода Всегда Нагреваются В месте Соединения К арматуре Всегда Греются Рядом Установленные Приборы Реле Около Добавок И тому подобное Да и к тому же Высокая температура Это всегда Источник Пожароопасности Ну вот Чтобы уйти от всего Выше перечисленного И немного Модернизировать Подстанционные Оборудования Мы и стали Переходить С коммутаторных Ламп КМ На светодиодные Лампы СКЛ Достоинства И преимущества Светодиодных Ламп СКЛ Это Повышенный Срок службы Ну здесь понятно Что у них Заявлено Производителем Срок службы Составляет Порядка 25 тысяч Тире 50 тысяч Часов Это почти В 10-15 раз Превышает Срок службы Ламп Накаливания У которых Напомню Он составляет Всего 2000-3000 Часов А ведь Лампы горят В распредустройствах На панелях И щитах У нас Круглосуточно Поэтому я считаю Что это Одно из Основных Преимуществ Ну может За все Время Моей работы Мы поменяли То есть Вышло из строя Ну может Около 20-25 Ламп СКЛ Хотя В последнее время Это стало случаться Все чаще И чаще Но чуть позже Я об этом Расскажу Лампы СКЛ Яркие Их наглядно Видно Даже Под углом И в светлое Время суток Опять же По сравнению С лампами КМ Разница Ну налицо Ну по причине Отсутствия В лампах СКЛ Нити накаливания Соответственно Они устойчивы К вибрациям Ударам И прочим Воздействиям Что нельзя сказать Про лампы КМ Лампы СКЛ Выпускаются На достаточно Широкий Диапазон Напряжения Как я уже говорил От 6 вольт До 380 И не требуют Установки Дополнительных Ограничивающих Резисторов Про которые Я также Упоминал ранее Есть еще Преимущества Как Малое потребление Температура Эксплуатации Степень защиты Корпуса Ну Это такие Незначительные Преимущества Я их Наверное Здесь Упущу Но Лампа СКЛ Как выяснилось Уже В процессе Эксплуатации Имеет И свои же Недостатки Среди Недостатков Я Выделю Следующий Момент На некоторых Ячейках Где Длинный Контрольный Кабель Составляет Относительно Приличное Расстояние На лампах СКЛ Видны Наводки То есть Кажется Что лампа Чуть-чуть Подсвечивает Ну вот Например У нас Ячейка Коксо С вакуумным Выключателем Таврида Электрик ВВТЛ-10 В данный момент Выключатель У нас Отключен То есть Вот у нас Зеленая лампа Горит В полный Накал Здесь Видно Что выключатель Отключен Кнопка Аварийного Отключения Вдавлена А красная Лампа При этом Горит В пол Накала Видите Естественно Что эта ситуация Вводит В заблуждение Наш Оперативный Персонал Постоянно Нам Передают Замечания Вот Аналогичный Пример Фидер У нас Отключен Отключатель Отключен Горит Зеленая Лампа В полный Накал Но красная При этом Подсвечивает Вот пример Еще наводки Только здесь У нас уже Фидер Включен Выключатель Ну а зеленая Лампа Немножко У нас Подсвечивает Ну здесь Еще не явно Выражено Но тем не менее Наводочка Есть Ток Потребления Лампы СКЛ На 220 Вольт Составляет Около 5 Миллиампер Значит Мощности Наведенного Напряжения Вот рядом Проложенных Силовых Кабелей Или Контрольных Кабелей Вполне Хватает Чтобы Лампа Немного Светила При этом На всех Фидерах Вот с Подобной Проблемой Я Замерял Сопротивление Изоляции Контрольных Кабелей И изоляция Была Вполне Удовлетворительной Таким образом Я сразу Отсек Причину Что Подобные Свечения Происходят От возникновения Каких-либо Утечек И обходных Цепочек Непосредственно В кабеле Кстати Вместо Ламп На 220 Вольт Постоянного Тока Я пробовал Устанавливать Лампы На переменный Ток Но Тем не менее Эта Проблема У меня Не решила В общем Вот это Первый Недостаток Который Имеется У Светодионных Ламп СКЛ Ну Какие Здесь Есть Пути Решения Как оказалось Производители Ламп Ламп Уже Знают Об этой Проблеме И уже Успели Разработать Несколько Решений Для Подобных Ситуаций Первое Решение Это СКЛ Лампы Защита От наводок С индексом Р Видите Буковка Р Перед Номиналом Напряжения Порог Свечения Вот таких Ламп Начинается От 140 Вольт Ну В большинстве Случаев Это Решает Проблему С наводкой И подсветкой Ламп Тем не менее На некоторых Фидерах В особенности Где используются Старые Контрольные Кабели Да еще В свинцовой Оболочке Проблема У нас Так и остается Но Скорее всего Причина Там Именно Уже В составившейся Изоляции Самих Вот этих Кабелей Поэтому Я сейчас Стал Заказывать Все Светодиодные Лампы На все Номиналы С индексом Р Вторым Решением Является Установка И подключение Лампы СКЛ Через дополнительное Устройство Защиты От наводок УЗН50 Это устройство Приобретается Отдельно Устанавливается Около Лампы И подключается Следующим Образом Данное Устройство Начинает Работать При появлении Напряжения В сети От 72 Вольт И выше А значит Лампа СКЛ Подключенная Через данное Устройство При наведенном Напряжении Светиться Не будет Что нам В принципе И нужно Лично я Подобное Устройство Не опробовал И даже Не заказывал Так как Определил Для себя Именно первый Способ Решения Проблемы Это лампы С индексом Р Нет Нет У меня Желания Дополнительно Занимать Пространство Около Каждой Лампы Плюс Это дополнительные Соединения Проводов Которые Время От Времени Необходимо Будет Протягивать И обслуживать Да и Само Устройство Узен 50 Тоже Имеет Свой Определенный Срок Службы Не лампа Так Само Устройство Вылет Из строя Или наоборот Как Альтернатива Первому И второму Способу Можно Установить Параллельно Лампе Резистор МЛТ2 На 35 50 Килоом По Отзывам Моих Коллег В большинстве Случа Это Решает Проблему Но Как Я уже Говорил Нет У меня Желание Опять Таки Загромождать И усложнять Схему Питания Лампы Так Сказать Отчего Ушли К тому И пришли Как Были У нас Дополнительные Резисторы У Ламп Коммутаторных Ламп Накаливания Так И останутся Но Я считаю Это неправильным Подходом В большинстве Случаев Лампы С индексом Р Решают Проблему С наводками И подсветками Поэтому Мы Наотрез Отказываемся От подобного Рода Нагромождений В виде Резисторов Конденсаторов Дополнительных Устройств Узен 50 И тому Подобное Так Следующий Недостаток Про который Я хотел бы Озвучить При Выходе Из строя Лампы Светодиодных Ламп И для Их замены Необходимо Выводить Фидер То есть Видите Как в данном Случае Она у меня Установлена Лампа На Панели Защиты И чтобы До нее Добраться Чтобы от нее Отключить Провода Произвести Замену Это надо Лампу Отключить Раскрутить Сзади Гайку И вытащить Саму Лампу Поставить Новую И сделать Все в обратной Последовательности А чтобы Мне Залезть В ячейку Да К тому же Здесь напряжение У меня 10 кВ Естественно Каждая Замена Ламп У нас Теперь Оформляется Нарядом Допуском Ну Можно Конечно Отдать И распоряжение И Провести Работы Как неотложные Не более Часа Но Тем не менее Суть Это не меняет В общем Чтобы заменить Лампу Нам нужно Вывести Фидер В ремонт Оформить Работы Соответствующим Документом А это Не очень Удобно И занимает Достаточно Много Времени Непосредственно На сам Допуск По наряду Или Распоряжению Поэтому Вот такой Нюанс Что то Вы придумали Не знаю Чтобы допустим Сама арматура Оставалась В ячейке А менялся Непосредственно Тоже Какой то Элемент Вставлялся Непосредственно В арматуру Это было бы Хорошее решение Ну в общем Как по аналогии С лампами С коммутаторными Лампами Накаливания Как мы вставляли Лампу Уже в готовую В установленную В ячейку Арматуру Но опять же Это все касается Только ячеек КСО Типа КСО На ячейке КРУ Доступ в релейный отсек Имеется Лампа обычно Установлена На панели Релейного отсека И там Замену Можно Произвести Не выводя Фидер В ремонт Там достаточно Например Просто Отключить Выключатель Этого будет Вполне Достаточно И еще Один недостаток Который Выявился Не совсем Совсем Недавно И на Определенных Подстанциях В общем У нас На одной из Подстанций Перестала Работать Система Шинок Мигания Потому что Они были Рассчитаны На нагрузку Именно Ламп накаливания С добавочными Сопротивлениями И Наотрез Отказывается Работать С лампами СКЛ Ну Этот момент Решается Путем Изменения Схемы Системы Шинок Мигания И установки Туда Электронных Ролей ППБР Если вам Интересно То про этот Момент Я могу Отдельно Рассказать В отдельном Видео Как мы Производили Замену Схемы Что устанавливали И как После этого Работает Шинка Мигания Если вам Эта тема Интересна Пишите В комментариях И я О ней Расскажу Подробнее Ну вот В принципе На этом И все Что я Вам Хотел Рассказать О светодиодных Лампах СКЛ И О их Преимуществах И выявленных Недостатках В процессе Эксплуатации Если вам Есть Чем Меня Дополнить То Пишите Обязательно В комментариях Если Также Есть Какие Вопросы По данной Теме Также Спрашивайте Я Всем Обязательно Отвечу Ну и На этом Все Кому Понравилось Видео Обязательно Ставьте Лайки Обязательно Подписывайтесь На канал Ну а С вами Как всегда Был Дмитрий Автор Сайта Заметки Электрика До Новых Встреч